Одним из победителей регионального конкурса «Лучший учитель года» стал Сергей Курасов, педагог школы номер 15 города Владимира. Сергей Александрович – кандидат наук и исследователь новых методов в педагогике. Уже семь лет он преподает историю и общество знания. В своей работе учитель использует современные методы образования, такие как ментальные карты. Когда в центре появляется какой-то объект, и от него идут ответвления. Например, мы берем параграф какой-нибудь, вот у нас общее название, Русь при Иване Грозном. И ответвления, самые разные веточки, которые мы заполняем. Нужно найти информацию. И вот здесь работает рациональность, когда ты должен отобрать минимальное, но важное количество информации. Основные критерии конкурса – наличие собственных публикаций педагога и достижение его учеников. Департамент образования оценивал использование образовательных технологий в работе учителя, в том числе дистанционных. В зачет пошло и ведение урока в форуме дискуссии. Мне нравится то, что мы спокойно разговариваем на уроках. То есть не ощущается то, что это урок. Мы просто дискуссию ведем, такой диалог между учителем и учениками. Просто мы слушаем мысли и вникаем в них. Кроме привычных уроков в школе, классы Сергея Курасова совершают исследовательские поездки по области. Ученики уже побывали в замке Храповицкого, храме Покрована Нерли. В программе учителя есть и более крупные проекты. Например, путешествие с классом в Карелию. Мы изучали историю Карелии, народов Карелии и посвящались в их быт. Мы были в деревне как раз-таки Карелов. Это очень интересно и познавательно. Как потратить призовые деньги Сергей Курасов пока не решил. Но скорее всего они пойдут на реализацию новых учебных проектов. Педагог говорит, победа в конкурсе далась ему несложно. По его словам, это приятный бонус за ежедневное стремление быть лучше в своей профессии. На первое место в работе учитель года ставит особый подход к детям. Когда утром ребенок приходит, они еще не проснувшиеся, вялые, им можно включить музыку. Какую-нибудь историческую или просто приятную гармоничную музыку, которая настраивает детей на занятия. Соответственно, появляются улыбки. В этом году за звание лучшего учителя года поборолись 33 педагога из региона. Победителями стали 5 педагогов из Владимира и 3 из городов области – Коврово, Муромо и Гусь-Хрустального. Сегодня такое время, когда не работая, не побеждая, не двигаясь вперед, очень сложно завоевывать авторитет среди учеников, среди родителей и среди своих коллег, скажем так. Премия «Учитель года» присуждается ежегодно. Принять участие в конкурсе и получить 200 тысяч рублей может каждый педагог Владимирской области. Григорий Кошкин и Дмитрий Шаталов. Губерния 33.